Программа Блокпост в эфире Финам.ФМ. Меня зовут Михаил Гуревич. Московское время 20 минут и практически... 20 часов и практически 5 минут. Телефоны в студии 651099,6. Код города 495. Это признак того, что мы в прямом эфире. И у меня сегодня в гостях президент ОРЭК, глава Лайв Интернет, Герман Клименко. Добрый вечер, Герман. По традиции я тут общаюсь со всеми на «ты». Ну, потому что все мы вышли из интернетов. Там мы общаемся как-то и на «вы», и на «ты». И здесь будем на «ты». Продолжая экспериментировать с форматом нашей программы, прежде чем мы перейдем к актуальным событиям и услышим мнение Германа, я попробую поделиться с вами тем, что сам наблюдал на этой неделе, и что является, наверное, главной темой недели. Я съездил в Киев, поэтому, собственно, прошлая программа была в записи. И вот, думаю, необходимо поделиться с вами увиденным. Вообще, с детьми я уже бывал в парочке Диснейленда, в парках Universal. Даже Хогвардзе Гарри Поттера. Вот последний парк наиболее близкий из аналогов, увиденного мною в Киеве. Итак, на центральной площади украинской столицы и окрестностях стоит славянский ленд. Такой, ну, не сечь, а городище. Только не путайте со всеми этими псевдогородками под старину и актерами, играющими древних там или средневековых норвежцев, датчан и прочих пиндосов. Это все-таки парк развлечений. С горками, пещерами, а для особо страждущих с аттракционом поделись с Беркутом. Ну, в основном, конечно, придется дышать горящими покрышками, но есть любители. Хотя, конечно, это опасно и несколько активистов погибло в этом противостоянии. Но надо понимать, что для этого надо быть реально активистом и эту смерть почти искать. Сегодня вот пришло сообщение, что один активист еще повесился на конструкции, называемой елкой. Так что тоже вот смерти, к сожалению, продолжаются. Но, чтобы два раза не вставать, сразу скажу, что считаю виноватой в их смерти, безусловно, власть. Потому что я считаю, что во всех странах власть несет ответственность за смерть гражданина от рук представителя закона или в рамках вот подобного противостояния. Это аксиома такая вот в демократии. Но все это не отменяет того факта, что погибли именно активисты. И в подавляющем своем большинстве молодые люди, еще не осознавшие важность своей жизни для себя, окружающих и государства, и общества. Такая вот нынче жизнь в Киеве. Точнее, не в Киеве, а на весьма ограниченной территории Майдана, части Крещатика и улицы Грушевского. Для точного понимания представьте, что в Москве демонстрантами заняты Красная площадь, пешеходная зона Манежной площади и отдельно бои происходят на Варварке. Варварка это Грушевского с той разницей, что на Грушевского здание только с одной стороны, а с другой обширный парк. Движению в городе эта ситуация не сильно мешает, тем более, чтобы выходным Крещатик и так делают пешеходным. Вот такая картинка. Надо признать, что за последние несколько дней география противостояния, конечно, несколько расширилась и вышла за пределы Киева. Чуть ли не 10 областных администраций заняты майданистами, а в некоторых регионах противостояние продолжается. Причем даже на востоке и на юге страны. Случаются и курьезы. В Одессе, например, несколько тысяч демонстрантов вышли штурмовать областную администрацию, увидели там примерно такое же количество тех, кто против, развернулись и ушли. Сегодня вроде опять туда собираются. О результатах мы услышим по радио и прочтем в интернете. В любом случае, я за пределами Киева в январе не был, поэтому личных впечатлений из Луцкого, Львова, Одессы и прочих украинских областей не имею. Теперь три главных момента, которые, как я заметил, вызывают наибольшие вопросы у россиян. Первый. Кто эти люди на Майдане и почему они не работают? В основном на Майдане сейчас находятся жители украинских деревень и сезонные рабочие западенцы. Сельчане в целом меньше работают зимой, ибо земля под снегом, а с домашней живностью справляются старики и женщины. Мужики же зимой больше пьют, как и в России. Так что на Майдане они ведут куда более здоровый образ жизни, чем обычно в это время года. Заготавливают дрова, убирают, охраняют территорию, варят борщи в больших чанах. К лету, кстати, они вернутся в свои деревни, и вот на Майдан потянется молодежь. И эта смена может дать куда более кровавый эффект. Посему вот реально не советую украинским властям тянуть до тепла. Ну а на выходные и по вечерам к постоянному контингенту участников подтягиваются киевляне. Надо понимать, что на последних парламентских выборах Киев крайне мало отдал партии регионов. Да и сам Янукович нравится не более чем 20% киевлян, а то и меньше. Это отдельная вообще-то история о жизни правителя в городе, который его ненавидит и готов поддержать и словом и делом практически любое выступление против него. А второй вопрос. Что делать с радикалами, которые метают в Берхут камни и коктейли Молотова? И не носили ли это, собственно? На Грушевского действительно все неоднозначно. А если сравнить с болотным делом, так и вовсе ужас-ужас. Но давайте взглянем на эту ситуацию с точки зрения реальности. Итак, 16 января, после полутора месяцев стояния, Рада вдруг принимает пакет законов, которые делают все эти десятки тысяч человек потенциальными уголовниками. Причем с перспективы 15-летнего срока по решению суда. Уже, вот как факт, протестующие не нарушили закон, выйдя на Майдан, а нарушили уже в пути. Как пример, вот вы купили билет в поезд до Владивостока и где-то в районе Красноярска его вам аннулировали и предложили сойти в чистом поле. А вы уже едете на абсолютно законных основаниях. Сомневаюсь, что вы сойдете без скандала, как минимум. Ну и, конечно, оппозиция тут, в общем-то, виновата не меньше, потому что абсолютно не поспевает за динамикой протеста. В 2004 году на Оранжевом Майдане, я был там несколько раз, так вот такого там не было. И Тимошенко с Ющенко имели куда больший контроль над массами демонстрантов, чем нынешний Лебедь, Рак и Щука, то есть Кличко и Цинюк и Тягнебок. А последний вопрос, который многих россиян волнует, не лучше ли Украине разделиться и когда мы наконец-то уже получим назад Крым. Это самый поразительный, на мой взгляд, момент, который волнует россиян. Дело в том, что на самой Украине этого вопроса сейчас нет. Конечно, до сих пор больше избирателей у партии регионов и Януковича на Востоке, но, опять же, по январским данным опросов, около 65% жителей восточных и южных частей страны против разгона Майдана. А уж по поводу антимайдана подавляющее число украинцев просто смеется. Противостояние идет не совсем по линии Восток-Запад, а на фронте украинцы и советские. На Майдан вышла поразительная коалиция сил. Это почвенники и либералы вместе. Люди-ацахи и хипстеры из больших городов, коих на Украине в процентном отношении, городов и, соответственно, хипстеров, несколько больше, чем в Москве. А Майдан 15 раз в сутки, прижав руку к сердцу, поет решение «Вмерла Украина». Выступающих постоянно сменяют представители православной церкви, которые организуют всенародные молебны. Кличко, потенциально главный лидер оппозиции, по-русски докладывает демонстрантам о результатах переговоров с Януковичем, призывая к неведомому страйку. Вообще, хорошо, что украинцы не совсем увлекаются боулингом, а то бы они согласились и на сплит. Что такое при этом страйк? Они не понимают, что это вообще-то речь идет о забастовке, поэтому, видимо, и не объявляют ее. Этнические русские, армяне и евреи вместе со всеми отвечают на славу Украине героям слава. Вы такое вообще представляете в Москве или Питере? Там, на Майдане, продолжается процесс рождения новой украинской нации, и никакого вопроса о развале у них не стоит. Они протестуют против воровской, на их взгляд, власти. Протестуют вместе западенцы, одесситы, футбольные фанаты Востока и даже некоторые шахтеры из Донецка. Это их страна, вся их. И вместо Крыма, как мне говорили украинцы, с которыми я общался, они говорят, хорошо, ребят, вы задумайтесь о том, как вы отдадите Калининград или, как его там, Кенигсберг, а мы отдадим куда-нибудь Крым. Вот такие у меня впечатления от Киева. Впрочем, у моего гостя, я думаю, несколько иные эмоции вызывает Майдан. Правда, Герман? Ну, я все-таки больше про интернет, хотя у меня фамилия Клименко, да? Да, ну, корни. Идея должна быть как-то даже еще ближе. У меня тоже, на самом-то деле, ну, по еврейской части. Ты же от себя глубоко копать надо, да? У меня все-таки поближе. Нет, у меня папа родился в Киеве. И, соответственно, например, для меня ассоциации больше с 93-м годом с нашим, да? То есть ты, конечно, все очень хорошо разложил, это твоя позиция, я внимательно тебя слушал, очень красиво. Но мне больше кажется, что Украина сейчас проходит наш 93-й год только с айфонами. Вот это, кстати, буквально у тебя был пост, я его процитирую, ощущение от видео с Майдана напоминает октябрь 93-го. Ну, в целом, да. Обстрел танков из Белого дома. Трагичность, побольше трагичности, да? А весело читать надо. Давай весело. Вот так же несколько офигевшие я смотрел телевизор и повторял, как наш любимый доктор Ватсон. Но как? Наверное, каждая популяция должна пройти свои финансовые и политические кризисы. Люди должны получить прививку и от МММ, и от политиков. Понять, что никто не будет платить 300 годовых, и что политикам наплевать на избирателей. Но вот реально Украину жалко. Это как мы в 93-м, только с айфонами. Ну, Миша, это же действительно правда. На Майдане стоит толпа народа. Давай сейчас отойдем в сторону от того, что ты сейчас красиво рассказал, кто с кем борется. А ведь Украина ежедневно получает убытки. Кто со всем этим будет разбираться? Я условно говорю... Поразительно. Объясни мне такой момент. Да. Серьезно интересно. А обычно там курс гривны к доллару один к восьми. Сейчас 8.3. На фоне вот этого русского пикирующего бомбардировщика, это просто тяжелая валюта, практически евро. Вообще ничего не происходит. Как такое может быть? Ну, потому что никто не хочет принимать решения. В таких условиях как раз все сели, да, в кулачок покрепче, да, спрятались со своими захоронками и ждут, боятся пукнуть. Прости меня за выражение. И гривны тоже боятся пукнуть. В целом, да. Потому что, на самом деле, если это покатится, то будет веселье примерно, как у нас в августе 98-го года. Потому что, на самом деле, мой взгляд, допустим, на историю с Украиной, он очень простой. Когда мы все дружно разделились, вот у нас был 93-й год. Вообще, в основе всех этих историй, я верю искренне, не вот политические убеждения, а деньги. И то, что ежегодно Россия понемножечку сокращала помощь Украине, ну, видя там, то мы там воевали за газ, то воевали за нефть, то у нас возникли проблемы с заводами, то у нас проблемы с трубами, то у нас проблемы с сахаром. Там много разных экономических историй было, мы потихонечку подрезали помощь. И во времена Ельцина дружба между народами была важнее, чем экономика. Я это помню очень хорошо. Я работал в российском кредите, мы торговали сахаром, и вдруг внезапно с Украины повалил сахар без НДС. Это была прям вот такая история, когда мы матерились, мы писали письма, там, вот, помогите нам, остановите всю эту историю. Сейчас Россия чуть больше занимается защитой своих прав, своих собственных бизнесменов, да, и по большому счету в Украине с каждым годом дотации, внутренней дотации на газ и на электричество становится меньше. Тем более, учитывая последнюю историю с газом, там, связанность Тимошенко, не будем пока туда лезть, но я уверяю... 15 миллиардов-то мы дали? Ну, мы сперва их немножечко забрали, да, то есть через газ, через цену, да. Кстати, я считаю, что по поводу газа это России выгоднее, потому что так вот маржу имела Германия и Словения. Ну, в целом, реальности. Но, по большому счету, я все-таки думаю, что в основном история выхода на улицы, это даже не столько политика, сколько все-таки деньги. Это нищенство, это нищенские зарплаты, давай же будем говорить о том, как есть непонятки в экономике, и, соответственно... Бизнес забирают, абсолютно, вот, ребята из Донецка даже, из Одессы, то есть из таких вот партий региональных регионов. Конечно, когда есть что делить, это здорово, да, как раз возникают все проблемы, когда нечего делить, когда остаются последние истории, да, то есть это было в 93-м году, когда у нас был расцвет, извини, когда открываешь коммерсант, там стреляли бандиты, стреляли еще что-то. То есть все, чем беднее, тем хуже, да, и поэтому вот все эти истории, например, для меня, я понимаю, что у нас каждый разный взгляд, но вот такие истории происходят только тогда, когда происходят какие-то финансовые нестабильности, кризисы. И я думаю, что Украина в этом плане, ну, если не банкрот, то уже очень-очень-очень рядом, да, и вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, кто-то будет разгребаться со всей этой историей. И пока я так вижу, никто не хочет. Ну, почему? Мы внесли свои 15 миллиардов, тем самым мы пометили, да, то есть мы сказали, что мы готовы их потерять, просто потом, когда на руинах будут разгребать остатки, да, мы всегда будем сидеть и говорить, знаете, вот Украина нам еще 15 миллиардов должна. Ты понимаешь, в чем проблема трагичности Украины? Евросоюз говорит, переходите к нам, мы вас примем, только денег не дадим, да, мы сейчас не будем осуждать Россию, а Россия говорит, я вам денег дам, да, то есть и все будет хорошо. И, соответственно, вот эта метка с деньгами, да, то есть мы пометили, вот маленький, это очень похоже на то, как происходят инвестиции в Рунете, да, мы дали чуть-чуть денежек, да, и пометили вот эту компанию, все, больше никто туда не зайдет. А что, то есть, как Майкрософт инвестировал в Фейсбук, чтобы Гугл... Юра Мельнер так любил делать, чуть-чуть зашел, да неважно, денег сколько хочешь, за маленькую дольку все равно дам, но уже, когда приходит тот и другой инвестор, да, если они не сходят по группам крови, да... Ты говоришь, я здесь буду вонять, имейте в виду. Да, то есть, соответственно, например, к Украине может прийти Лукашенко, да, то есть это будет принято, да, может прийти там Кыргызстан или Казахстан, а вот Америка уже не может, мы же уже пометили, мы дали 15 миллиардов, да. Хотя мне, кстати, кто-то рассказывал, что и Европа готова дать, и не факт, кстати, что Янукович эти деньги не возьмет в какой-то момент. Глядя на предыдущий опыт общения Украины и России, это действительно не факт. Абсолютно. Скажи, а что там происходит вообще со статистикой, то есть, насколько украинцы вовлечены... Украинцы, ощущение, что они как подорванные, да, то есть с утра до вечера сидят в новостных изданиях. Ну, условно говоря, то есть их сейчас средняя посещаемость сайта выросла новостных ровно в два раза. Вот в наши все пики, да, учитывая, что у нас Россия огромная страна, что бы у нас ни происходило, вот в среднем по больнице мы даем 30% прирост, да. То есть, например, в условиях Чернобыля, когда был этот Челябинский метеорит, там, конечно, местные сайтики выросли в 100 раз. Но опять же, в среднем по системе, что бы ни происходило, взрывы, трагедии, да, ну, прирост 30%. По стране в целом. Да. А по Украине вот прям, ну, и видно же, они же вышли на улицу, они же выходят, они же что-то берут, они же все что-то захватывают. Вот, да, там эти демотиваторы, не демотиваторы, как это, инфографика великолепная, вот карта Украины, как по состоянию на 2 часа, на 3 часа. Да, 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 а у нас все беленькое такое, у нас никто ничего не захватывает, да, то есть у нас все спокойно. У нас все спокойно, у нас, как это называется, стабильность. Так вот, соответственно, и народ реагирует. Вот посещаемость всех смешных сайтов в один прекрасный день, вдруг стало и выросло в два раза. Другой вопрос, что эти... А по времени суток есть какие-то изменения? Потому что, опять же, я помню, когда была раньше революция, а украинские медийщики прекрасные. Они в 6 часов говорили, все, смена закончилась, я пошел на Майдан. Нет, сейчас это прямо 24 часа в сутки, все новости. И выходные тоже. Выходные постоянно. Нет, ну, есть выходных пик падения, но пик падения выше, чем обычная посещаемость. То есть все-таки на текущий момент народ реально возбужден. То есть, собственно говоря, достигнута какая-то точка кипения. Революция же не делается просто так. То есть действительно народ должен пойти. Нельзя всех подкупить и заставить выйти на Майдан. Значит, причины есть. И они точно так же отражаются в интернете. Условно говоря, вот у нас есть система Медиаметрикс. Мы меряем трафик социальных сетей. Вот трафик на украинские новости наших пользователей увеличился в два раза. То есть у меня доля была всегда украинцев 13%, встал 26%. То есть, соответственно, это, грубо говоря, сам интерес. Это не только Украина, но это еще дает весь общий вал такой. А русский трафик на украинские сайты идет какой-то? Идет, но небольшой. Потому что есть же такое понятие сегодня, как революционный туризм. Есть. То есть москвичи туда ездят, да? У нас в Ирламов ездят, что-то фотографируют, безусловно. То есть красиво очень фотки, мне очень нравится. Мне вообще, кстати, вот Майдан вот этого истории. Если мы убираем все, ну, это трагедия, я понимаю. Но вот если посмотреть пиарную составляющую, красиво. Да, вот приехал человек. Это же эти водометы они делают. Да, очень сильно. Я раньше всегда восхищался, вот когда вот показывали, когда палестинцы воюют. Вот там были постановочные кадры, стреляли туда, стреляли сюда. Вот мы прямо, вот я посмотрю фотографии, понимаю, слушай. Догнали и смогли. Да, да, да. Герман, на секундочку буквально. Давай прервемся, потому что сейчас реклама. А потом мы вернемся и продолжим про Украину. Еще масса есть тем. Оставайтесь с нами. Михаил Гуревич в студии. В гостях у меня Герман Клименко, глава ОРЭК. Мы еще об этом обязательно отдельно поговорим. И лайв-интернет, о чем, я думаю, все знают. Телефоны в студии неизменны. 6 5 10 9 9 и 6, код города 495. Ну, или на страничке программы Блокпост в интернете пишите свои мнения, вопросы, суждения и отзывы. Давай немножко еще, Герман, поговорим про Украину. Уже больно вкусная такая тема. Ты остановился на фотографиях. Сам шаришь вообще, смотришь. Вот ты сам. У тебя изменилась модель поведения? В смысле? Я вот по себе заметил. Сначала это был ноябрь, если я не ошибаюсь. Когда они только вышли, было интересно. Ну, больше смеха. Потом надоело. Я сейчас потребляю контент. Я, честно говоря, как и все, наверное, ждут уже, что... Знаешь, фильм затянулся. Вот если честно. Это, я понимаю, звучит не очень хорошо. Я очень хорошо просто помню, когда... Помнишь, горела Останкинская телебашня? Да. И там вышли люди разные. И был хэппининг, потому что было лето. И часть ребят выпила. И они скандировали. Падай, падай. Ну, уже сколько можно. Нет, ну, понятно, что... Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы вообще перешли в режим клипового сознания. Например, мы забыли уже практически про взрывы. Да, абсолютно. А вот Майдан не кончается. И он уже... Ну, не то, чтобы начинать раздражать, нужно менять формы подачи. Да, вот фоточки красивые. Фоточки красивые привлекают внимание. Да, раньше не было, кстати. Да, обязательно должно произойти какое-то ЧП. Ну, какое-то ЧП. Такое, знаешь, вот ЧП, прям ЧП. Да, вот повесился. То есть, вот и все погибли. Ну, к слову, вот пять смертей. Я очень боялся, что они начнут из этого делать вот палестинский вот этот бедлам. Но мы еще пока не знаем, чем все это закончится. Нет, они уже похоронили. Да, я понимаю, но... Это было более-менее, во всяком случае, сдержано. Потому что вот я очень боялся этого вот пляски на костях. Но, тем не менее, все равно, вот я, например, как частное лицо смотрю, я же, в общем-то, не очень вовлечен в политику, но для меня сейчас Майдан это больше такая картинка, да? То есть, картинка, которая перешла уже в стадию. Вот как война, вот Израиль-Палестина, да? То есть, там постоянно что-то взрывается, то есть, ничего нового, ничего удивительного, опять что-то произошло. Опять вот покрышечки. Вот вышли там, там мамы вышли, постояли перед Беркутом. Вот Беркут. Прямо ощущение, что там работает, вот если честно, да, Миш, вот это я и ты, мы с тобой поехали туда сценарий рисовать, и нам говорят, только, ребят, только клики очень нужны. Вот мы с тобой сидим, вот мы с тобой реально сидим, да, то есть, вот и придумаем что-то, понимаешь, да? Потому что иначе, то есть, это какое-то шоу уже превращается. Я понимаю, что это трагедия, да, то есть, но вообще вот... Это всегда шоу. К слову, вот во время Оранжевой революции, чем мне тогда больше нравилось, там была полноценная игра в зорницу. То есть, там была Тимошенко, которая их выстраивала, говорила, «Сегодня мы, там, не знаю, закладываем цветочками вот эту решетку, завтра мы все лужи должны вычистить, послезавтра мы идем обниматься, значит, с ребятами из Донбасса, а вот сейчас нету этой динамики, и люди пошли на Крушевского». Мне кажется, даже от безделия. Ну, на самом деле, ты вот правильно сказал в самом начале, что если Тимошенко была бы сейчас, то все бы решалось бы гораздо быстрее. Я не знаю, как бы это все закончилось, но явно видно, что... Ну, термин-то есть вроде такой, у оппозиции нет яиц, да, то есть, вот просто нет, да, то есть, вот потому что... Хотя вроде три мужика. Вроде три мужика, да, то есть, но никто не может взять... Не хватает гендерного. Да, не хватает, да. Понятно, что делала бы Тимошенко в этой истории. Понятно, что вот они смотрят, вот у меня ощущение, вот я на Ключко смотрю когда, да, то есть, если вижу, показываю. Да, вот, знаешь, у меня одна фраза, вот стою, я баба русская, в поле одна, да, вот, понимаешь, и сделать ничего не могу. Вот, понимаешь, вот ощущение, все есть, да, вот все, тебе все принесли, тебе все дали, да, то есть, вот, бери, владеет, да, то есть, вот, не хочу. Причем это даже чем-то напоминает историю нашей российской, вот, 93-х годов, когда Зюганову давали все, вот, все давали, то есть, не победить было невозможно. Вот, казалось бы... Он смог. Он смог. Вот, молодец все-таки, вот, сдержался. И украинцы смогут. Давай вернемся все же к интернету, скажи, а вот эти вот новые пользователи появились, то есть, у тебя вот статистики появились, новые украинцы, которые, например, не были ранее, не пользовались интернетом. Трудно сказать. Общая аудитория вот выросла. Я думаю, что, ну, понимаешь, вот, было там 3 миллиона посетителей, да, стало 6, откуда эти 3 взялись там? Я думаю, что все-таки новых ниоткуда уже не берется, все-таки у нас цивилизация. Они сидели в ВКонтакте, а тут вылезли. Ну, мы знаем эффект, вот, когда, допустим, ВКонтакте по каким-то причинам останавливается, тут же резко накладывается трафик на остальных, да, или, допустим, лег Фейсбук, тут же ВКонтакте добавилось. Легли одноклассники, есть перетоки аудитории. Появился некий публичный повод, некий публичный повод, и люди на некоторое время отвлеклись. Более того, ты же понимаешь, что, на самом деле, если мы говорим о новых пользователях, появился новый тренд, да, то есть, это трафик, вот, раньше новости, там, менялись, рекламу покупали. Сейчас идет война за трафик социальных сетей. Наконец-то произошел некий такой эффект, когда сети стали подстраиваться и генерить трафик для социальных сетей. Если мы посмотрим на, допустим, образец в этой истории ленты.ру, по крайней мере, ну, я условно скажу, там, треть трафика — это социальные сети. То есть, они научились в совершенстве манипулировать аудитории и вытаскивать эту аудиторию наружу, да, то есть, показывать новости только те, которые людям интересны. Надо отдать должное, они это делают с диким профессионализмом, они показали всем путь, да, то есть, не надо покупать. Остальные учатся или они такие? Ну, ты знаешь, я вижу, что учатся. Особенно видно, правда, знаешь, как они учатся, так это как в 17-м годах весны Штирлиц за пастором Шлагов наблюдал, да, то есть, он так и не научился ходить на лыжах, да. Если еще в Москве все это более-менее какие-то формы нормальные, да, то есть, но вот смотришь в регионах, конечно, хочется плакать. Но, тем не менее, сам по себе тренд того, что СМИ залезли в социальные сети, СМИ научились с ними работать, потому что раньше была, ты же помнишь, когда были войны, войны между ведомостями, однако, и ВКонтакте, да, то есть, когда там кто где кого смотрит. В конечном итоге выяснилось, что если у вас хороший контент, к вам приходят люди, люди читают, люди комментируют, люди оставляют свои какие-то, то есть, и чувствуется это влияние. То есть, по крайней мере, основные наши лидеры новостей, они прямо очень плотно стоят в социальных сетях. Ну, вот, давай переходить к следующей новости, все же Украина-то богатая и смачная тема, можно о ней говорить долго, но ты же сам стал ньюсмейкером на прошлой неделе. Как это? Ну, ты нам запретил покупать... Ну, началось, вот, слушай, вот... Ты нам... Подожди, не все знают, не все знают, не все знают. Я зашел на стенку Герману Клименко в Фейсбуке на прошлой неделе и увидел массу сообщений, где он был затегирован, где его, ну, так, сарказмом кто-то, наверное, искренен. Ну, не так, добился ты своего... Да, вот, добился... Да, Герман, затегировано, ну и что, ну и куда, за что? Что, россияне смогут беспошлино приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму не более 150 и даже не евро, а американских паршивых долларов. Это еще на 30... Это ты сейчас говоришь? Я должен так говорить? А, или ты кого-то цитируешь? Дело в том, что 150 евро, это хотя бы на 30% больше, а здесь просто вот до мышей, понимаешь? До мышей. Вот, а раньше, напомню, предполагалось вообще-то снизить с 1000 евро, которые пока действовали, да, до 150 евро. Ты сейчас что возмущает, что то, что 150 долларов, а не 150 евро? Нет, мне вообще возмущает совершенно другой вопрос. Меня возмущает, что я до сих пор не понимаю, и я, как и большинство россиян, не понимаю, во-первых, так, связано ли это с антитеррористическим пакетом законов? Потому что в голове происходит полная суматоха. Я сейчас попутал борьба, вот когда Яровая с деньгами борется. Вот, понимаешь, да? А в голове-то это одно и то же, потому что и там что-то они хотят нам 1000 рублей разрешить платить, и здесь 150 даже уже долларов, а не евро. Ну, они оба, в общем, растут, куда-то в космос улетают. И непонятно, что именно, когда именно, и как вообще со всем этим жить. Вот давай отложим борьбу с терроризмом немножко в сторону. Расскажи мне буквально в двух словах, как глава ОРЭК, это Ассоциация по развитию электронной коммерции. То есть вот тот самый виноватый человек. А что произошло и когда это начнется? А четыре года назад был лимит на беспошлиную торговлю 150 долларов. Четыре года назад по неведомым причинам ни для кого. Да, таможня пересмотрела эту позицию, объявила 1000 евро. После чего сейчас, вот прям прошло 4 года, и мы смотрим, что оказалось, что через таможню, через почту России, проходит условно 3 евросети в день. То есть вот евросеть продает в день там условно 30 тысяч позиций, и через таможню проходит 100 тысяч единиц товара. Ну так, просто на всякий случай. Без таможни, без уплаты налоговых пошлин, без чего бы то ни было. Дальше начинается дискуссия, а кто эти люди? То есть есть два аспекта. Аспект номер раз, что это люди такие вот, как я и ты, честные, законопослушные. Просто покупаем себе на ebay мимо кассы. Такой хороший термин называется персональный импорт. Знаешь, не импорт, который вот такой, а именно персональный. Я лично для себя сделал такое маленькое окошечко на таможне вырубил, да, и по 1000 евро в месяц. Те самые полтора сантиметра государственной границы. Да, мечта жизни практически. Дальше мы обращаем внимание на два аспекта. Вообще, тема всплана, на самом деле, ее бы долго не замечали. Никто не хочет связываться с народом, когда он в гневе. Если бы не почта России. Нет. Если бы не почта России. Давай во всем все-таки обвиним почту России. Это очень удобно. Понимаешь, на то, можно смотреть друг другу в глаза, а виновата почта России. Окей. Которая в прошлом году... Закончим эфир, пойдем им бить мордов. Да, под Новый год устроила завал почты, да, то есть не справилась с объемом, потому что наши россияне, да, то есть... Братья Навальные, если не ошибаюсь. Ну, это уже... Ну, они тоже там приложились, да. Окей, продолжай. Да. Она завалилась. И дальше начали разбираться, а что же происходит. И все с ужасом обратили внимание, и государство тоже, что ваша e-commerce вдруг случайно стала очень большой, да, потому что, ну, все-таки 100 тысяч посылок в день, поступающих куда-то, это все-таки, ну, беспокоит. Это много, я просто скажу, что много. Почта России цинично на это не была рассчитана, не была готова. В оправдание, я скажу маленькую вещь, в этом году они справились все-таки, подготовились, да. Вот на Новый год, то есть они все обработали? Ну, вроде, а ты читал какую-нибудь истерику, поэтому... Подожди, подожди, обычно эти фотографии через три месяца появляются. А, через три месяца. Ну, это к весне. Да, к весне, да. Но, тем не менее, вроде справились, не было стонов, что нельзя, справились. А теперь дальше, внимание, вопрос. Мы вдруг выясняем, что средний заказ на eBay всего 43 доллара. Так, на всякий случай, ты не в курсе этой истории? Всего 43 доллара. Нет, я больше заказываю. Я не умею заказывать на eBay, но если бы я заказывал, я бы заказал побольше. Да, 43 доллара, и, соответственно, мы вдруг понимаем, а кто эти люди, которые приходят? Дальше мы начинаем исследовать проблему. И вдруг выясняем, что на самом деле огромный объем заказов идет, по сути, в серый магазин. Все, мы приехали, да. То есть вопрос заключается в чем? Что это, да? То есть это окно в мир, да? Или это просто окно для контрабанды? Давай назвать вещи своими именами. Мы можем долго прятаться за фразу «серый импорт», еще за что-то, да? Очень напоминает НЭП. Знаешь, там тогда тоже коммунисты, значит, разрешили, всех вывели на белый свет и замочили. Да, Миша, больше все это напоминает, например, вот когда ввели плоскую подоходную шкалу НДФЛ, а сейчас говорят, ну, вы знаете, ну, скоро-скоро мы вам это все используем. Знаешь, как у меня настроение портится при этом? Представляю, а представляешь, как у себя спортится у всех остальных настроений? Но ты знаешь... Ты мне главное скажи, как с точки зрения обычного обывателя? Теперь дальше, теперь дальше поговорим о истории. Вот ты, конечно, выступил на защиту бедных страждущих, которые пострадают. Я вообще за частное предпринимательство. Я часто привожу пример сейчас, фразу, знаешь, вот в конце рекламного ролика, где разбиваются рыбки-аквариумы, они там, да, там внизу пишут, ни одна рыбка не пострадала, да? То есть что, собственно говоря, произошло? Произошла следующая история. Товары стоят больше 150 долларов, нужно будет просто заплатить таможню. Например, неважно, сколько это будет, 20-50 процентов. А как это будет происходить? Вот я, например, заказал что-то, и у меня больше 150 долларов. Миша, можно вопрос? Ты определись, так как ты сейчас в твоем лице, в твоем лице я вижу всех, кто вот там говорит, не будем покупать у этих живопырок хард. Ну, это купи-випы, да? Там в 4 раза дороже. Я говорю, слушайте, ну, покупайте нормально, важно, никто не просит. 30-ти процентная таможенная пошлина всегда была. Как решать этот вопрос? Тут есть проблема, да, она называется чипированная, 37-й год, да, у нас у тебя, у меня чипировано, мы всегда считаем, что будет плохо, да? Мы уверены в этом. Да, это у тебя дважды чипировано, да? То есть я-то все-таки, ладно, еще у меня один раз чип, я понимаю, что может быть все, но я слышал, слышал, как один из чиновников московской таможни говорил о том, что, и более того, мы с тобой технически знаем, что это очень просто. Более того, насколько я знаю, eBay в ряде стран это делает, да, что при покупке товара, при покупке товара, ты не только выбираешь сумму, ну, службу доставки, но и сразу же платишь поужину, просто магазин становится таможенным агентом. Если они это сделают, то все, вопросов вообще не будет. Другой вопрос, что... Слушай, а можно честно? Есть маленький аспект, Миша, если бы мы с тобой были пиарщиками федеральной таможенной службы, да, все бы прошло совершенно по-другому, да, нам бы поставили задачу, дали бы маленький процентик, да. Вот это меня поражает всегда, вот почему мы сначала принимаем законы, а потом, ну, как бы мы уже живем, можно в этой стране, ну, ты меня зачем, Марижа, в этой стране уже, вот, и мы сначала принимаем законы, а потом думаем, как их по-человечески исполнять. И обычно до этого не доходят, потому что законы уже приняты, и, в принципе, дальше вот это вот по-человечески, оно не обязательно к исполнению. Я тебе отвечу, почему. На самом деле, это вопрос назначаемости чиновников. Я это сейчас тебе могу сказать совершенно точно, не могу ссылаться на фамилии конкретно, я задавал вопросы, да, они говорят, Гер, ну, вот Беллиденов выступил, это глава федеральной таможенной службы, с заявлением, надо рассмотреть этот вопрос. И всю сеть заполнили демотиваторы, да, там, ну, разнообразных свойств, там, мы с тобой их видели, да, не будем их сейчас цитировать. Но чиновник и жизнь не такая, как у нас с тобой, да, то есть мы оцениваемся по профессионализму, у нас нет вот этого назначили, сняли, да. А кто с собой, человека, с которым рядом идет, знаешь, синоним, там, условно говоря, живопырка, отобрал у народа денег, кто с собой возьмет, потому что за ним смешники будут постоянно следить. Это мы с тобой перенесем, и поэтому чиновники стараются максимально от всей этой истории отойти. Если вообще рассмотреть вот эту годичную историю пиарную по уменьшению тысячи еврового лимита, это, знаешь, чистая история про то, что любил своего спанили, отрезал по хвостику, да. Вместо того, чтобы выступить сразу, да, то есть в прошлом году, сразу отрезать все и собрать на себя, правда, весь гнев, да. Хотя, во-первых, как получилось исторически, сейчас народ дезориентирован, поэтому ищет виновных, меня, Акит, там, не знаю, вот что вы довольны... Поддерживаешь? Опять же, я вот процитирую твой пост. Я с экономической точки зрения сейчас отвечу. Да, всех пусть сдохнут Амазон, Ибэй, Алибаба, но русский коммерц будет жив. Жить. Ну, Миш, ты сейчас прямо, ты выдернул из контекста. Я тебя. Ты из контекста выдернул. А я могу полностью контекст. Каждый сегодня считает своим долгом отметить меня и спросить, не твоих ли рук это дело. Прошу всех отмечающих меня формулировать следующим образом. Не твоих ли рук это дело, президент Орек? Ну, это логично. И дальше, вот, ты говоришь, пусть все сдохнут. А, Миш, меня больше всего, знаешь, что беспокоит во всей этой истории? Что мы должны заботиться... Вот мне самому Хартман не нравится, да? То есть, ну, это как, знаешь, наносной, нажица, купи VIP, бутик, да? Мне не нравится Евросеть, Малис. Это вообще отвратительный человек, да? Ахлобыстина же нет уже, да? Да, уже нет Ахлобыстина. То есть, стал чуть лучше, да? Ну, душок. Да. А Х5, ритейлеры, да? То есть, они все наживаются на нас. Я их ненавижу, да? Но дело в том, что у нас есть какая-то смещенная история. Подожди, у нас есть какая-то смещенная история. Она очень логичная, да? Вот, например, у нас премьер, у него есть Facebook, да? То есть... Инстаграм. Главное, у него Инстаграм. Инстаграм у него есть, у премьера, да? Хотя наш премьер, по идее, должен все это делать в Яндексе, да? Я себе с трудом представляю Обаму, который в Яндекс-фоточках выкладывает свои фоточки, да? У нас есть какая-то странная история, когда нам все, что там, это милее, да? Вот нам милее почему-то eBay, да? Нам почему-то милее Amazon, да? А там дешевле. А понимаешь ли, экономика, это такая хитрая наука, да? О том, что когда мы с тобой вместе... Вот я оказываю услугу тебе, ты, Иванову, я, Петрову, Сидору. Потом кто-то Гуревичу, конечно, окажет услугу. В конце концов, Гуревичу, кого-то окажет. Но неважно. Вот знаешь, помнишь, там 38 попугаев, привет. Да, по опыту, да? Так вот, когда ты покупаешь на eBay, да, знаешь, как говорят, ты покупаешь на eBay, один пингвин умирает, да? То есть вот когда ты покупаешь напрямую на eBay, ты оставляешь без работы человека, да? И вопрос же в чем? Вот как в 17-м году? Мы хотим, чтобы не было бедных или чтобы не было богатых, да? Это очень важная история. Когда ты говоришь, я хочу дешевле, дешевле давай между собой разбираться, да? Более того, если мы начинаем проводить конкретные сравнения, то выясняем, что не так велика вот эта наценка для того, чтобы, вот условно говоря, ты должен тогда сказать, давайте мы, вот скажем честно, мы великая инновационная страна, нам торгаши не нужны, давайте мы просто Евросеть убьем, давайте мы просто NVIDIA убьем, там холодильник Керу и вся эта история, которая на самом деле, в своем огромном числе, на самом деле является и рекламодателем, и покупателем технических решений, и стимулом к программным разработкам, да? Нет, подожди, в твоей логике получается... Я к чему говорю, что нельзя, система, вот eBay это дырка, дырка в экономике, которая спускает воздух, да? Давай его запретим, это же частнее будет... Почему, таможне будет нормально, пожалуйста, еще раз, таможне... Давай запретим eBay, но не будем отвалить вот эту глупость таможней. Зачем запрещать eBay? Таможню сделать, таможня пошла, она выравнивает... Еще раз, пойми меня правильно, я с тобой согласен, что вот этот iPad не производится у нас здесь, но когда ты его завозишь без таможни напрямую, да, ты оставляешь массу людей безработными, да, сделай равные условия. Я понимаю, что тебе тоже не нравится Хартман, да? Ну, например, может он тебе не нравится, я же точно не знаю, да, то есть вот. Ну, вот он работает здесь. Подожди, 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 да, и теперь я тебе хочу сказать еще важную историю. Почта России датирует доставку, да, ты никогда не пробовал на eBay купить карточку, например, с CD, ты ее купишь за 300 рублей с доставкой, да? Ты не знаешь, сколько курьер стоит в Москве? Ну, так, на всякий случай. 200-250 рублей. 200-250, как так получается? Никогда не задумывался, ну, давай об этом только серьезно поговорим, не вот это вот твое, да, то есть вот негодяй. Глупость Почты России. Глупость Почты России? Конечно. Нет, почему нет, есть международное соглашение о том, что доставки в пользу частного лица. Представляете, у меня бабушка в Канаде связала свитерочек, говночка и отправляет. Должны стоить 30 рублей. 30 рублей или 30 долларов? 30 рублей. 30 рублей. Ну, потому что это гуманная история. А тебе, внимание, вопрос. Так это везде в мире, только проблема в том, что мы туда так и не поставляем. А теперь дальше есть ЕМС, который датируется государством. Расскажи мне, пожалуйста, что не так в колокольне. Может быть, надо все-таки, ну, сказать, что, ребят, давайте перейдем всю экономику в нормальное русло. Потому что если бы все платили одинаково, ведь тот же Хартман, пусть он противен, купи ВИП, у него цены задраны. Он говорит, ребята, давайте поставим нас в одинаковые условия. Либо мне отмените пошлины, либо им введите. Вот в чем проблема. Да нет, можно ввести пошлины, но вот весь этот бедлам с тем, что... А бедлам, Миша, это нам пиарщиками надо туда устраиваться. Не пиарщиками, боюсь, пиарщики... Ну, хорошо, меня начальником, тебя пиарщиком. Ну, давай договоримся, потому что надо что-то сделать, договоримся после эфира. Но имеется в виду, что, знаешь, чем белка от крысы отличается, ты же знаешь, да? Вот история со всеми таможенными пошлинами на вот эту вещь, она больше все-таки пиарная. Потому что на самом деле смешались четко две истории. Ну, в головах у наших граждан много чего мешается. Первое, это не хочу ходить на Варшавку за товаром, потому что я там тоже был. Это не самое приятное удовольствие. Писать потом, что ты для личного пользования все это берешь, да? А второе, что Хартман негодяй. И ненависть вообще, у нас еще проблема в стране, ненависть к тем, кто зарабатывает. Вообще ненависть. А, понимаешь, какая психология в интернете? Вот ты же на Рублевку, ты знаешь, гражданин в Москве, да? Герман, мы продолжим буквально через минуту после рекламы, потому что это наша отечественная реклама, и налоги мы платим здесь. И вы оставайтесь с нами, давайте. Пост продолжается, это последний наш кусок программы, а тем много, будем говорить быстро и очень энергично. У меня в гостях Герман Клименко, президент ОРЭК, глава Лайв Интернета. Меня зовут Михаил Гуревич. Телефон их студии, неизменно 651099,6, код города 495. Но даже не пытайтесь к нам позвонить, потому что времени на вас у нас нет. Слушайте лучше внимательно. У тебя осталось буквально пару слов, да, про вот эту вот интернет-торговлю. Я, кстати, понял, как ты не хочешь. Я понял, что значит, чтобы не было бедных, а были богатые только. Потому что теперь люди не смогут покупать, вот, и бедных, в принципе, в интернет-торговле не будет. Останутся только богатые, и продавать будут только наш, и коммерс, и много зарабатывать. Миша, у нас эффект, на рублевке в бутик люди из города не заходят. А тут ты можешь зайти в Купивип, увидеть цены в три раза больше. Тебя это гнев, это же зависть во многом, да. То есть мне кажется, что основная проблема все-таки это отсутствие пиара хорошего, правильного федеральной таможенной службы и налоговой вместе с этим же. Все-таки наша власть, мы с тобой об этом до этого говорили. Прежде чем принимать законы, нужно думать, что ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь делать все, что хочешь. Вообще убедить человека, что черное-белое, это все легко. Но не поговорить с народом, знаешь, вот как вы не говорите, а поцеловать. И сделать удобно. Смотри, вот на самом-то деле появились там возможности сегодня платить за фильмы и смотреть. Великолепно, и все радуются. И все платят. И вот как раз вот следующая тема, давай затронем по поводу, вот, Дуров продает там свои акции, то ли уходит, то ли не уходит из ВКонтакте, да. И меня как раз тоже спрашивали журналисты, я говорю, ребят, они говорят, вот сейчас же контрафакт там закроют, и куда же люди из ВКонтакте, только Дуров их защищал. Я говорю, да сегодня люди все платят спокойно за эти фильмы, 200 рублей, 300 рублей в месяц, смотрят, и музыка есть, и все, что хочешь. Да, куда и тюнса шикарно. Google Play продает кинофильмы. Я не думаю, что кто-то... Поэтому вопрос в удобстве. В удобстве, безусловно, да. То есть если оно удобно, то поднимайте пошлины, делайте что угодно, главное, чтобы было бы нормально. Но давай все же про Дурова. Это страшно, это ужас-ужас? Да нет. Вот у меня есть один главный момент, который мне кажется очень важен в интернете. Ты создавал тоже много сервисов, интернет-сервисов. А главная опасность, когда уходит создатель, и с ним нет никакой связи. Да, да, безусловно. И более того, мы знаем с тобой, как Рамблер, как у него строилась судьба, его не смогли спасти никто, кто к нему приходил. Я считаю, что вот карма была нарушена, когда вот Крюков, если не ошибаюсь, они как-то плохо с ним расстались. Миша, давай так вот сейчас, глядя назад, да, то есть я помню еще времена, когда мы говорили о том, что в России очень особый народ, и когда есть каталоги и поиски, то наш народ по-прежнему будет кликать по рейтингам плоским, да. В целом, Рамблер в той конструкции, которую он был, он достиг максимума своего развития. А вопрос в том, что ВКонтакте действительно сейчас находится на пике. Более того, пока он рос, Павел мог делать все, что угодно, да, потому что акционеры были довольны, капиталы растут быстрее, чем дивидендная политика. Сейчас в целом, ну, ВКонтакт растет, да, то есть, но не растет так, как он рос 3 года назад. То есть сейчас нельзя сказать, что в следующем году он вырастет до 2 раза. А монетизация тоже не растет до 2 раза. И акционеры вдруг посмотрели отчетность Одноклассников, отчетность ВКонтакте, и сказали, слушайте, ну как-то нехорошо, денег мы сюда вбухали немерено. И вот этот весь треск, который шел последний год, это была попытка заставить Дурова сделать из ВКонтакта Facebook. Нет, сделать из ВКонтакта Facebook. Сейчас Facebook, Цукерберг же тоже, вообще аналогий очень много, да, Цукерберг же ломался очень долго, да. В результате сейчас в ленту заходить уже страшно, да. То есть, по крайней мере, уже где-то, но выясняется, они терпят, да. То есть, ну, я же терплю, да, то есть, в конце концов, да. Но доходы, но доходы, доходы, да, но доходы Facebook, тем не менее, стали приходить в какое-то разумное состояние. И все, что хотели акционеры, если я правильно понимаю, от Павла, это чтобы он отказался от своих либеральтерианских взглядов, да. Но у Павла, у него идея была, то есть, он действительно искренний, я его даже понимаю по-человечески, но мы же растем, денег нам хватает, да. Зачем нам больше, когда у нас основная задача, это закрепляться. Но тут, видимо, пришел тот момент, когда ожидание от капитализации ростов ВКонтакте, да. Ну, опять же IPO там. Ну, условно говоря, история с переходом на ВК-ком и попытка пойти на зарубеж не получилась. Потому что, если бы она получилась, если бы ВКонтакте стала бы расти зарубежем, инвесторы опять бы отошли в стороночку, потому что опять бы играли бы на росте, к Павлу бы не приставали. А Телеграм этот будет расти, куда он уходит? Я думаю, нет. Но тут вообще старая история. Мессенджеры, WhatsApp, у меня их уже вот в моем айфоне уже просто семь, да. То есть, где там деньги, я пока не очень понимаю. Ну, я знаю людей, которые тебе расскажут. Неважно, сейчас не об этом. А давай тут вот еще... Фортолк вырастет, я знаю. Абсолютно. А тут вот есть буквально парочку новостей, которые касаются еще ВКонтакте. Там оттуда ушел Перекопский, а пришел, кажется, Дмитрий Сергеев, если не ошибаюсь. Да, из Коммерсанта. Нет, не из Коммерсанта, или из Рамблера. Из Коммерсанта. Из Коммерсанта. Он был главный из Дома Коммерсанта. Там один Мегафоновский, а один чемпионатком. Нет, Коммерсантовский, не чемпионатком, а Мегафоновский. А если ты помнишь, был такой риф у нас, где, на который господин Перекопский выгнал Федора Вирина, нам с тобой известного, за то, что он там что-то накручивает группы. Ну, это примерно как если бы Яндекс начал бы всем конторам, которые занимаются оптимизацией, расставлять метки. Черные, белые, да, то есть еще какие-то... Ну, я думаю, ты религиозный экстремист. Ну, возможно, да. И я думаю, что во многом Павел занимался же только софтом, и в силу своих историй отдал просто вот и программирую, и рекламу, и финансы на сторону, потому что им это неинтересно. И я думаю, что во многом индустрия воспринимала ВКонтакте негативно из-за позиции с Нобиской и Перекопского, потому что он вел себя... Я просто видел на паре переговоров, и для меня это было просто... Я сидел, но у меня были интересы, я больше с Павлом общался, а я видел, как он общался с рекламщиками. Честно говоря, более отвратительного и гадкого зрелища не было, да, то есть... То есть даже Яндекс лучше? Слушай, ну мы же сейчас не про Яндекс, поэтому мы в отдельном... А, ну, еще раз, Яндекс, еще раз, за Аркадием, за людьми, которые там работают, есть то, что стоит за Перекопским, я не понимаю, я понимаю, что стоит за Дуровым. И в этом плане у нас же страна еще какая, мы прощаем тем, кто чего-то достиг. Да. Ну, не страна, а мы прощаем. И мы прощаем. И в мире это то же самое. То есть, да, конечно, некоторые поступки Павла иногда вызывают какие-то... Но ему можно, но ему можно. Но в целом мы спишем какие-то истории. А тут выглядит, как будто такая статуя свободы на песке, да? Да. И, соответственно, я думаю, что, честно, на кого бы не заменили сейчас людей, которые занимаются рекламой во ВКонтакте, для индустрии это будет на порядок лучше. Потому что нет амбиции, это просто работа, да, то есть нужно просто договариваться максимально выгодно. Более того, уверен, что доходы ВКонтакта без расцвечивания вот в бантиках, да, могут вырасти там существенно просто при грамотном управлении. Потому что эта эпопея, я тебе уверяю, договориться с ВКонтактом, это было на уровне, ну, знаешь, я не знаю, раздвинуть реки, ну, или как там, вот как у вас было там в истории. Было, было. Все было в истории. Море раздвинуть, море раздвинуть и пройти посуху. Да, Аки посуху. Так вот, эта история, я думаю, что... То есть, грубо говоря, это вот как Яндекс, про него же долго смеялись, когда он переходил, говорили, вот у Игоря Ашманова была хорошая фраза, что из программистской конторы в бизнес-историю. Вот ВКонтакт до момента, наверное, вот как раз сейчас замены первой команды, был все-таки историей программистской, историей, ну, сели в компанию, сделали что-то, да, но это частная лавочка, да, а сейчас это превращается в бизнес... Ну, да, назовем это так, парана и пел. Они, кстати, и говорят об этом. Давай мы оставим напоследок буквально маленькие, но веселые темы, а сейчас поговорим о кейсах. Потому что я всегда, вот когда гостей приглашаю, есть у них как бы что-то такое свое, что нету ни в повестке дня, ни в актуале, но ты, например, можешь, я думаю, очень интересно рассказать о двух кейсах, которые ты расследовал, можно сказать, в последнее время. Значит, первый кейс Аэрофлот, ну, минут три так поговорим. Значит, если я правильно понимаю, ты был в Испании, хотел срочно вылететь в Москву, тебя ждали здесь буквально шашлыки, масса постов была... — Раки, да. — Раки, да. — Вот. И не смог. — Не смог. — И там строил, значит, бедных старушек Аэрофлота, которые сидели в Испании, не отправляли тебя... — Нет, я был в позиции наблюдателя. Мне было интересно, как Аэрофлот решает эту задачу, сэкономив на борт. То есть, ну, там просто прислали борт, ну, посмотрели, плюс 30, а фиг с ними, отсадим, да, то есть прислали просто борт на стоп человек меньше, и 30 человек пролетели мимо, да, то есть, а так как начали саживать, ну, это было понятно сразу, что это было все запланировано, да. А дальше мне было интересно, как Аэрофлот вообще вот поступает в этих историях. Надо отдать должное, что, конечно, всем потом впихнули. То есть, там я вынес одну очень психологическую особенность. Я, кстати, про нее не очень писал, да. Значит, когда... — На самом деле, хорошо опаздываю. — Когда с утра... — Нет, 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 нет. Когда с утра мы пришли, Аэрофлот всем пихнул в зубы бизнес-класс, все было здорово, мы стоим в очереди. И там была одна девушка, которая летела с пересадкой. И у нее она подходит к стоечке, а ей говорят офис Аэрофлота опять, да. То есть, у нее прям белое лицо, что офис Аэрофлота превратилась в фразу «идите м». Я ее успокаиваю, говорю, знаете, это не может быть, что второй раз в одну лунку, да, то есть в одну там... Да-да-да, и я отправляю ее. И потом мы с ней пересекаемся. Действительно, ее посадили, да. А в этот момент мне звонят журналисты одного из прекрасных изданий, просят интервью по этому... Я комментирую, говорю, слушайте, ну давайте лучше не я скажу, а лучше девушка вот это скажет, потому что у нее, конечно, история ужаснее. Но у меня ответ, что я приехал домой, узнал, как ехать по ночной в Барселоне без знания языка, без ничего. Девушка имеет, тому попутный ветер в спину дует, да. Вот я подхожу к этой даме, да, это то, почему у нас проблема, на самом деле, во многом в стороне. Я говорю, слушайте, вот вам сейчас я даю трубочку, пожалуйста, вот в Wi-Fi, Skype, поговорите с журналистом, расскажите про вашу историю. Она говорит, я не буду разговаривать. Я говорю, почему? Боится? Нет, ты не понимаешь. Это некая наша такая, знаешь, какая-то маза история, не знаю, чипированный 37-й. Она говорит, они так ради меня расстарались, они меня отправили так же бизнес-классом в мою Самару. И тут я просто понимаю, что я ничего не могу сделать, понимаешь? Благодарный народ. Я говорю, подождите, слушайте, ну вас садили с рейса, вас два раза. Дело не в том, вы же не хотите, вы их не понимаете, если вы не будете добиваться, на нас сэкономили, откровенно сэкономили, нас откровенно садили с рейса, да, ради кого-то, у кого-то KPI там, да, ну самолет уже полетел, дешевле потратили. А 30 человек, это просто техническая история, потому что на завтра большой борт, там пустой бизнес-класс. Я даже могу представить, что это было по плану все, понимаешь? Но в этой истории меня вот реально это больше потрясло, потому что это человек, который говорит, они так ради меня расстарались. И все, понимаешь? И тут я сказал, все, я вот сам комментарий написал, но я понял, то есть еще раз, а потом, естественно, Аэрофлот, надо ему отдать должное, да, в бизнес-классе ходила специально обученная девушка и всем наливала вот до посинения, да. То есть просто была инструкция, причем я посмотрел только тем, кого садили. Аэрофлот национальная компания с национальным характером. Да, да, да. В итоге. Второй кейс не менее интересный. Мама твоя попала в больницу в Израиле, если не ошибаюсь, будучи застрахованной в Ростово. Да, и это сейчас идет развитие этой истории. Мы когда покупаем, а мне уже стало... Вкратце что случилось? Вкратце я ее отправил, ну, у нас холодно, я отправил ее отдыхать, там тепло, да, то есть я бы, конечно, ну да, но у нас нет тепла. Я бы с удовольствием отправил в Сочи, но туда сейчас очень дорого, в Израиль дешевле, да. Туда только на лыжах теперь. Да, ну и там, да, я, соответственно, покупал билеты, выбрал страховочку, то есть ничего нового, то есть вот все, что мы покупаем по доллару в день, да, то есть мы же не смотрим, что мы покупаем, да, то есть и вдруг случилось то, чего, ну, как бы, соответственно, не должно было случиться, потому что предполагалось, что будет просто прекрасная зима. А с другой стороны, ради чего страховка покупать? Ну, там просто не выпускают же без нее, то есть уже хорошо, хоть эта история, да, то есть и дальше то, что мы покупаем за доллар, начало работать, да, то есть вызвали врача, пришел врач, который на русском языке поговорил там с тяжелобольной женщиной, заболевшей, там инфекция сейчас ходит какая-то по Израилю, выписался, поставил диагноз бронхит, дал ей две таблетки и ушел. Вот, собственно говоря. Пол таблетки от ног, пол таблетки из животя, главное не перепутать. А, но только на еврите, правда, написал, что если будет плохо, то тогда рекомендую диспансеризацию, правда, об этом ничего не сказал. На следующий день стало совсем плохо, вызвали скорую, надо отдать должность израильской скорой, вот тут ничего не могу сказать. Приехали, упаковали, капельницу поставили и запихнули прямо в больничку сразу, да. И тут опять, знаешь, вот здесь хорошо, здесь, знаешь, как вот листки перевернуть, да, вот здесь хорошо, здесь плохо, здесь играем, здесь не играем, да. А в больничке, к сожалению, Миша, ну, я не хочу никого обидеться. Так получилось, да, все оговорки, да, все оговорки, да, но попали мы туда в пятницу вечер, да, то есть это шаббат. Да, вот. То есть суббота, никто не работает и так далее. Суббота, да, то есть и на следующий день матушке медсестра, то есть с докторами не очень понятно, что, да, то есть медсестра вытащила катетер, пошла кровь, да, но выяснилась занятная история. Достать она может, а без доктора поставить обратно нет. Да, ну, соответственно, у меня есть совершенно чудесная, потрясающая фоточка, глядя на которую, просто у меня просто у самого сердца, знаешь, у меня сразу начинает с пепелка стучать, да, то есть за каждую каплю крови, вот, и я решил... Это проблема, в принципе, роста... Сейчас, я так говорю, да, и дальше вот, они ее почему-то упаковали, да, а дальше все очень просто, дальше начался шум, гам, ну, в интернете я что-то написал, потому что это переполнило чашу моего терпения, да, они не хотели разговаривать. То есть матушка в больнице, больница требует... И хотел разговаривать в больнице? Да, больница требует деньги немедленно, да. А страховка? А страховка, она говорит, она мне наплевает на вашу страховку, да, потому что они никогда не платят. О как. Да. Да, ну, если тебе об этом сказали, я когда об этой истории разбирался, ну, просто спросил своих знакомых, они говорят, да, ростная, это известная страховая компания. Нет, серьезно, серьезно, они никогда не платят, да, то есть я, соответственно, говорю, как же так, у меня же там человек лежит больной, они говорят, нет, давайте деньги, да, ну, тут у меня... А потом бейтесь. Да, а потом бейтесь, да, то есть, в принципе, собственно говоря, так в конце-то и получилось. Ну, так как матушка, они ее не выкидывали, она должна из больницы, они ее лечили. Он говорит, мы вас, но очень важно, да, они говорят, мы вас не выпустим, мы, если вы не заплатите, мы пошлем на таможню там, что вы там деньги должны, вообще испортим вам историю, да. Ну, это понятное выбивание денег, да. А я все эти три дня, пока матушка там лежала, пытался поговорить с Росно. Это была отдельная история, я пытался переписываться, надо должны, я пытался переписываться со всеми, с Министерством здравоохранения Израиля, с больничкой, с Росно и с Центральным банком Российской Федерации, да. Кто отвечал лучше всех? Честно, больничка, по числу ответов, да, ответ выглядел, знаешь, как прекрасно, да, то есть, вы знаете, вот то, куда вы пишете, да, это, конечно, это наше подразделение, но вы, пожалуйста, формочку заполните. Но самое главное, чем история закончилась, были такие 90-е годы, а когда бандиты приходили, бандитничали, да, вот, ну, ты, по-моему, не был в России тогда, а я был, да. Ну, я наблюдал из-за велика. Они приходили, вот, начинали тебя, например, насиловать, грабить и убивать, а ты им говоришь, ну, вдруг у тебя сосед по этой самой площадке детской был там как-нибудь Ашот, да, то есть, и ты же, у меня же Ашот друг, а бандит бандитничая тебя насил и убил, говорит, знаешь, слушай, давай так, дорогой, ты потом, когда Ашота позовешь на помощь, да, то есть, ну, потом, сперва я тебя ограблю, да, а потом мы разберемся. И в результате, когда, там, вышли на связи, говорят, Гера, тебе сейчас позвонит сам директор вот этой компании асессорской, или как она там правильно называется, да, вот, я думаю, ну, все, вот сейчас бутерброды с икрой, мама в больничке, да, все-все-все, он мне звонит, и, в общем-то, собственно говоря, его разговор со мной свелся, просто, ну, меня попросили позвонить вам, да, вы такой шумный просто клиент оказались, да, вот, но, вот, вы знаете, вы потом, в общем, вкратце, если вам что-то не устраивает, и в суд сходите. А, и все. Все, да, и, собственно говоря, я тебе даже честно скажу, учитывая, что ты меня хорошо знаешь, да, если бы все было, то есть, если бы они своим делом занимались, если бы они в больничку звонили, если бы они с докторами возились, потом бы позвонили, мне сказали, Гер, мы можем компенсировать, только вот, ну, ты же понимаешь, что за доллар в день ничего не бывает, да, вот, но, вот, это компенсируем полторы тысячи евро, а остальные три, пожалуйста, заплати сам, да, я даже спорить не стал, да, то есть, я не являюсь вот этим. А тут просто нагло. А тут просто откровенно, ну, русским языком мне сказали. Ну, тоже сказали, видишь, аэрофлот со здоровым характером, не росло. Да, но аэрофлот пихнул в зубы все-таки, прости, бизнес-класс, да, то есть, а это какая-то, извини, это ужас, соответственно, у меня сейчас лежит, я же теперь всеми фронтами, да, то есть, соответственно, у меня сейчас лежит заявление в прокуратуру, у меня заявили в ФЦБ, вот, я все это завтра, ну, надо, я хочу понять, вообще, собственно говоря, как ехать теперь за границу, потому что здесь страшно ездить. Я тебе могу дать совет, хочешь, ты любую страховку сначала показываешь, для примера, в израильской больнице, они там знают, работает оно или нет. Ну, понимаешь, проблема, я сейчас-то это все понимаю, проблема в том, что вот я сейчас вылетаю, да, прости, я не хочу попадать в такие же истории, это действительно проблема, я сейчас хочу, это просто, знаешь, как ты говоришь, кейс, да, надо кейс завершить. Я вот реально хочу, я хочу, у меня здесь нет проблем, я сейчас, у меня есть два письма от Альянса, давайте поговорим, я на них просто не отвечаю, потому что мне пока не о чем разговаривать, я не знаю, насколько я прав, насколько я виноват, да, я хочу разобрать эту историю, я не хочу, чтобы мне там вернули деньги, в конце концов, все-таки маму лечили, ну, что ж поделаешь, есть такие деньги, но я хочу понять, почему, если вы положили с бронхитом, почему запихнули в палату интенсивной терапии, там есть масса вопросов, да, на самом деле, но в целом вся история выглядит очень интересно, что мы, когда покупаем за доллар в день, мы все-таки должны быть осмотрительными, да, то есть мы должны выбирать. Даже за два доллара в день, я считаю, что осмотрительными должны быть меньше. Безусловно, но сама история в себе прикольная такая. А у нас буквально полторы минуты остается до конца эфира, меня не простят постоянные наши радиослушатели, если именно тебя, мы не спросим про айфоны и андроиды, ну, буквально вот на минутку. Значит, запустил, значит, мегафон LTE, да, на айфоне. Да, мне пришло уведомление. Теперь хотя бы одна причина для того, чтобы пользоваться андроидом осталась или нет? Ну, я вообще не очень имя пользуюсь. Я видел тебя. Нет, Миша, стоп, я всегда, вот выходит новый андроид, я его каждый раз покупаю, вот реально тебе говорю, потому что я не люблю зависеть, я реально не люблю зависеть от чего-то одного. У меня есть айфон, у меня есть айпад, у меня есть мини-айпад, у меня есть макпро, я вменяемый человек. Каждый раз, последний купил Nexus 5, да, я от него избавился четыре дня назад, отдал его нашему общему другу Антону Меркурову, да, который... Не знаю, он теперь, он утверждает, что он счастлив, потому что у него айфон разбился, а я не понимаю, они догоняют, они очень хороши, андроид это прекрасная конструкция, это все здорово, великолепно, но если у вас есть деньги, надо покупать айфон. А тем более теперь, когда наконец-то есть уже LTE, работает вообще реально, я так не смог пока подключить. Вот здесь вот сейчас работают. Да, у меня какая-то проблема. Ты просто купил так же, как и я, видимо, айфон, самый первый, да? Нет, у меня правильный, правильный, я гонконгский. У меня пока тоже не подключился. Я серый, я вот тот самый, который... Ну вот сюда подключился, сюда подключился. Я больше 150 долларов даже заплатил, но он у меня гонконгский. Ты заплатил больше, сума сойти. Да, понимаешь, и мне доставили по e-commerce. Представляешь, как бывает в жизни? Можно мимо таможенной, да? Не знаю, ты знаешь, я попал в Россию. Я просто уточнил, я просто уточнил. Прямо все там опошли, то есть оттаможили. Опошли. Вот, и все правильно сделали. Ну вот, собственно, время у нас подошло к концу. Мне кажется, что беседа удалась. Тот самый редкий случай, когда гостю действительно интересна жизнь во всех ее проявлениях, и в кейсах, и как бы в биткоинах. Не поговори, кстати, о биткоинах. Надеюсь, не последний раз, Герман, у нас в блокпосте. Да и поток новостей все никак не останавливается. Новый год прошел, новая волна информационного потока накатывает каждый день. Кстати, а до сих пор январь. Вот я несколько раз говорил, январь самый длинный месяц в году. Декабрь 31 день. Потрясающе. И январь 31 день. Вот декабрь проскальзывает буквально за один день, а январь он не заканчивается, еще нам до конца недели терпеть. Но, как только эта неделя закончится, в следующий понедельник я снова приду в эту студию. В 8 часов вечера и в 8.05 начнем программу «Блокпост». Меня зовут Михаил Гуревич. Это программа «Блокпост». Радиостанция «Финам.ФМ». Оставайтесь с нами, никуда не уходите. И неделю дождитесь меня, пожалуйста. Продолжение следует.